Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я начинаю очередную программу, итоговую программу, посвященную закончившемуся сегодня очередному турниру чемпионской серии с участием Магнуса Карсена. Собственно, сегодня речь пойдет о втором дне финала, о втором мини-матче финала, ну и, впрочем, не буду забегать вперед, в котором встречались отнюдь не Магнус Карсен с кем-то из своих соперников, а Янг Шиштов Дуда и Шахрияр Мамедьяров. Перед тем, как приступить к подробному рассказу о творческом наполнении этого поединка, напомню, что в полуфиналах Янг Шиштов Дуда очень уверенно со счетом 3-1 выиграл чемпиона Миром Агнуса Карсена, а Шахрияр Мамедьяров смог переломить весьма неблагоприятно складывшийся по началу дневного матча против Рихарда Рапота и на тайбрейке вырвал победу. После этого в первом матче полуфинала, нет, уже не полуфинала, разумеется, а финала Янг Шиштов Дуда словно бы повторил то, что он делал против Магнуса Карсена, уже встречаясь с Шахрияром Мамедьяровым. Он также выиграл вторую и четвертую партию, также выиграл, имея белые фигуры и вообще, если посмотреть на развитие событий в этом поединке, то казалось, что у Шахрияра Мамедьярова отнюдь не много шансов на то, чтобы переломить ход борьбы и, выиграв финал, стать победителем всего этого сетевого соревнования. Кстати, напомню, что в этом сетевом соревновании используется контроль 15 плюс 10, то есть 15 минут основного временного капитала с автоматическим давлением 10 секунд после каждого сделанного хода, ну а соперники играют дистанционно, сидя у себя по домам. Итак, как же проходила борьба во втором мини-матче? Белыми в первой партии играл Янг Шиштов Дуда и он сделал ход конь же 1-ф3, но я уж не знаю, с каким настроением выходили соперники на этот матч, точнее сказать, ну сколь опасался Янг Шиштов Дуда проиграть его и насколько надеялся Шахрияр Мамедьяров отыграться. Ну, в начале вот так вот развивалась борьба, то есть принятый ферзевый гамбит в такой модификации, сон идет С4, С7, С5, рокировка А7, А6, Б2, Б3, модный очень в последнее время ход. Когда-то, согласно классическим воззрениям, обычно белые играли А4, чтобы воспрепятствовать ходу Б7, Б5, а сейчас часто белые играют Б2, Б3, провоцируя ход Б7, Б5 для того, чтобы в дальнейшем иметь зацепки на ферзевом фланге, когда черные сыграют Б5. Ну, тем не менее, Шах активный шахматист, он там не кокетничает, он играет Б5, слон Е2, слон Б7, слон Б2, конь Д7, ну и вот так вот развивается борьба, причем вот то как раз обстоятельство, что ход Б7, Б5 ранний, это отчасти ослабление белыми, и подчеркнут ходом А2, А4, с вынуждением продвижения Б5, Б4, после чего ход С4, ну, попадает в распоряжение белых фигур. То есть ладья Ц1, ладья Ц8, конь Ц4, чуть-чуть лучше у белых как раз за счет преобладания в центре, за счет обладания полем Ц4. Насколько лучше? Ну, это может показать только дальнейшая борьба, вот меняется на Д7 Яншиштов Дуда, конь бьет Д7, слон бьет Д4, все-таки доминация кое-какая дочувствуется. Кстати, вот здесь стоило отметить, что вот альтернатива была ли у черных вот здесь взять вот ферзем, то есть кажется, что неплохо все это, конь Б6 вроде не очень-то идет, там ладья бьет Ц1, и все нормально, но вроде бы вот после ферзь бьет Д4 и разбьет Д4 у белых больше, так сказать, плюсов немножечко, чем после хода конь бьет Д7, хода, который сделал Шриар Мамедяров, хотя и то, и другое заслужило внимание, и однозначно сказать, что конь Д7 лучше, я бы не решался. Слон бьет Д4 у белых все равно получше, пожалуйста, правильное решение, конь бьет Д7 принял Шриар Мамедяров, здесь почти равенство. Слон Д5, ну, белые могли сыграть А5, зафиксировать фланг, и если слон Ц5, тогда там конь Б6, как-то вот так играть, все-таки у белых некоторое давление, у белых немножко получше. Вот, ну, ферзь Д3 была сыграна, конь Ц5, естественное возражение, ферзь отступает на поле Б1, чтобы сохранить контроль за пешкой Б3 и ничего не менять, то есть не менять своего слона на черного коня. Конь лезет на Е4, позиция на самом деле равная, и это равенство могло быть под черным доходом слон Ц5, таким надежным, спокойным, а вместо этого Шриар Мамедяров делает ход слон Ф6, который неожиданно в этой относительно спокойной и близкой к равной равенству позиции, ну, вдыхает, так сказать, или сопровождает эту самую почти равную позицию слону во второе дыхание. Ну, слон Ф3, конь Ц3, такой ход очень заманчивый и заранее заготовленный здесь делает Шриар Мамедяров, но весь этот план черных оказывается с ходом конь Ц3 ошибочным, то есть конь Ц3, вилка, слон БЦ3 играть нужно, и белые этот ход делают, БЦ и Е4. То есть вот этот ход, ну, я не скажу, что зевнуть, зевнуть такое трудно, смотрите, вот, черные пошли, возвращаясь назад, черные сыграли слон Ф6, надежный на слон Ф3, естественное возражение белых, атакован конь и так далее, нужно играть слон БЦ4, потом переходить к такой тяжелой обороне, а вместо этого конь Ц3, и взятие, взятие, и Е4, ну, что может быть, естественно, связать слона, выиграть материал. То есть черные обязаны сыграть, ответить слон БЦ4, отдать этого самого Ферзя за ладью, взятие, взятие на Ц4, у черных ладья за Ферзя, правда, защищенная, отдаленная, так сказать, продвинутая, и пешка на Ц3, на Ц4 висит, слон прекрасный у черных, но ведь отдали целого Ферзя за ладью, вот ладья Б1, активность у черных есть, а счастья нет. Ну, и теперь белые могли сыграть Ц5, двигать пешку Ц, расчленить оборону соперника, и, в общем, технически несложный выигрыш был бы у белых. Ну, более энергично играет Дуда, может быть, Ян Шиштвуду полагал, что вот он уже близок успех и во втором матче, выигрывая сейчас белыми, снова уже, которую партию подряд, выигрывая две партии белыми, 100% у Магнуса, выигрывая две партии 100% у Шаха, в первом мини-матче выигрывая еще раз белыми, Е5. Е5 теперь, снова надо было играть Ц5, но вот по-другому решил все это осуществить, реализовать Дуда, сыграл Ферзь А3, уменьшил свое преимущество, и позиция стала невыигрышной, не строго выигрышной, а уже такой более-менее игровой, в столбик, что называется, на Ц5 было правильно сыграть. Скажу сразу, все равно у белых выиграны, по большому счету, позиции, а сыгран было Ж3. То есть, форточку сделали, все надежно и так далее, но черные обретают гармонию, они вторгаются в лагерь соперника, сами они форточку сделали, на Ж7 подя надежно у короля, Слон Д4 вот тут будет сыграно, и здесь просто полная компенсация у черных, позиция примерно равная, только что она была, что называется, в строку в пользу белых. Ну, ладья бьется 3, белые вроде как обязаны сыграть, ладья 2, и теперь на соплях этюдно белые могли сделать ничью, уже убежать на ничью в позиции, которая недавно была выигрышной, а стала опасной. Так вот, ничью, судя по всему, делал ход ферзь С1, удивительный. То есть, опять же, у черных лучше, а не сильнейшая сторона. Слон Д4 сильнейший ход, нагнетаем давление, хотим подключить слона к атаке, никого не забираем, качеством не довольствуемся, разумеется, пешка его 2 сразу. Лучший ход за белых, король Ф1, иначе решающая атака на белого короля, 2 ладьи плюс слон. Ну, король Ф1 лучший ход. И вот в чем замысел. Слон должен отступить. Слон на Ф3, кстати, защищен слонной ладьей С3. Но слон в черных отступает, он хочет выскочить, выпрыгнуть, глаза выпучить на поле А5, связать всех, и будет белым плохо. Но белые могут сыграть ферзь Ф4, подключить немножечко ферзя, ладья А1 лучший ход. Почему? Ну, вот я говорил так, как-то агитировал заход слона А5, то есть, в этой возможности говорил. Но слон ведь выполняет еще другую функцию, и кроме атаки белой ладьи, он еще защищает свою ладью на Ф2, обеспечивая шах с поля А1. Ну, а здесь вот белые просто выигрывают, но это тактика, это несложная тактика. Слон на Ф5 играть нельзя, потому что два шаха, и слон теряется. Вот такой зевок не нужно допускать. То есть, идея слона на Ф5 сохраняется, как эвентуальная возможность. Но подставлять слона под два удара, под элементарную операцию, черные не должны. Ладья А1, здесь сильнейший ход. Ладья С1 лучший ответ, потому что слону закрываться нельзя, там ферзь подвисает, потом еще слон на Ф5 будет после выигрыша ферзя. То есть, выигрышем еще целой ладьи. Ну, ладья С1, в Е5 черные могут сыграть, и вот интересные события начинаются. И А6. И вроде бы все. Почему все? Потому что если взять, то отвлекли белого ферзя черный на А6 куда-то вдаль, и играют ладья А2 как ни в чем не бывало, и вот то, что мог сделать ферзь подиже А5, например, взять на Е5, теперь невозможно. А слон А5 неотразимая угроза, и белые с этой неотразимой угрозой слону А5 просто проигрывают форсированно. Хотя у них ферзь и ладью лишние, ну, у черных доминация. Ну, скажем, слон Д5, делаю условный ход, ну, и демонстрирую просто вот такой вот мат. Мат. Да, до мата не дотянул. Хорошо, ну, здесь у белых, вот в ответ, когда черные сыграли А6, пытаясь отвлечь белого ферзя куда-то в сторону, у белых находится совершенно невероятный, красивейший, этюдный метод соскока. Ферзь бьет Ж6, отдаем ферзя, даем шах, и после этого забираем на А1 ладью, восстанавливаем материальное равенство с помощью такого маневра. Ну, и после, там, скажем, ладья бьет А2, и пода ладья Б1, с А1 шах невозможен, поскольку слон Д5 контролирует топоря, у белых активные ладья, прекрасный слон, и, видимо, они спасаются. Кушают белых, лишние пешки у черных, компенсации у белых есть. Белые спасаются этюдным образом, играя ферзь С1. Ну, опять же, это не для быстрых шахмат, и вообще, компьютерный вариант, компьютерная идея. В анализе домашнем, даже без компьютера в свое время, можно было бы такое найти. Но в условиях рапида почти невозможно. Ферзь Б4 сыграл Дуде, уже он наиграл до этого. Теперь король Ф1 позволял отход стянуть сопротивление, сразу так в лоб черный не выигрывает, хотя вот после ладья Б2 нужно играть как-то ладья Б3, шах, слон Д1, слон Ф2, показывая основной вариант. Ну, и после этого есть слон Е1, затем взятие-взятие. И вот в этом эншпиле он объективно выигрышный для черных. Все-таки лишняя пешка и 4 на 2 на фланге, то есть потенциально две связанные прокатные на королевском фланге могут быть организованы черными. Он выигрышный для черных, но требуется еще аккуратная защита. То есть аккуратная реализация. Там можно ладья Б1 сыграть, забрать на С4, подтянуть короля, надвинуть пешки. Ну, известные технически выигрышные позиции для черных. Но сопротивляться можно было бы. А было сыграно С5. Так поступил я на Кшишто Дуде. Теперь слон бьет Ф2, король отступил, ладья дала шах, ладья С1. Ну, что делать еще? Если не ладья С1, а король убежать на Ж2, тогда слон бьет С5. Пропускаем. Давайте я сделаю исход. Слон бьет С5, шах ладьё, и потом взятие ферзя, и все. Совсем все. Ну, ладья С1. Теперь ладья бьет С1, забрать на целую ладью. И заключительный удар слон Е1. Слон старт засаду, сдался. Я хишто Дуде, потому что в ответ на отступление короля следует ладья бьет А2, шах. И слон бьет Б4, с лишней ладьёю черных и так далее. То есть, вот в таком мордобойном, захватывающем поединке смог отыграться. Смог отыграться, значит, размочить счет Шахрияр Мамедьяров, побел в счете. Он играл черными, он выиграл черными. Ну и, в общем, забреживание, надежды, шансы у Шахрияра выиграть второй матч. А может быть, в целом, по итогам всего этого дела и весь финал. Вторая партия. Первая фигура принадлась уже Шахрияру Мамедьярову. И смотрим, что из этого всего вышло. Шах сделал ход с Д2 на Д4. Соперник ответил Д5, С4, Е6, Конь Ф3, Конь Цш, Конь Ф6, Конь Ц3, Слон Б4 и Слон Ж5. Ну, известная позиция, тем более, что Дуда идёт на вот этот вариант. Известная позиция, всё хорошо. ДЦ, Е4. Ну и теперь главный ход, конечно, С5. И именно так поступил, хотя не будем говорить. В общем, так можно играть, скажем так. А было сыграно Б7, Б5 в этой партии. Ход также любопытный, экзотический, острый и так далее. И белые отвечают А4, разумеется. Подрывают структуру пешечную чёрных. Ц5 именно так. Удержать всё это дело не удаётся. Чёрным случится 6. У них хуже. А тот, что взятие, взятие на Д4. Слон бьёт Ф6. Обязательное включение. Взятие и Конь Б4. Ну почему я сказал обязательное включение? Потому что в случае хода Конь бьёт Д4. Такого заманчивого внешне. Чёрные играют А6. Конечно, что очень обязательное. Тоже белым здесь неплохо. Лучший ход отступления назад. При взятии на Ф6 чёрных здорово. А при отступлении назад Конь бьёт Е4. У белого кое-какая компенсация. Постраде АЦ1. Но всё-таки обидно отдавать просто так центральную пешку. Поэтому на это белые не идут. Они вот здесь вот, извиняюсь, бьют на Ф6. ЖФ, бьют на Д4. И получается вот такая вот позиция. И чёрным здесь стоило сыграть Конь бд7. Стоило сыграть Конь бд7. У белых лучше. Всё-таки вариант с Б5 не вполне, ну не самый сильный. Там можно отступить на Е2, чтобы никакой контр-игры сразу по линии С не намечалось. Ну, лучше у белых. Но всё более-менее. А было сыграно с Ф7. Так поступил Янгширтов Дуде. И Шхрер Мемедяров ответил Ф3. Выясняется, что у белых ещё и атака вот появится. Сильнейшая. На поле Е6 что-то такое назревает. Слон атакован. И конь защищён. Слон защищён конь на С3. Ну, слон наступает на поле. С5. И лучший ход здесь за белых был ладья Д1 с явным перевесом. Вот эта позиция с явным перевесом. Близкая позиция почти технически выигрышная. Но Шах. Это Эропит. И вообще Шах, так сказать, темпераментный шум отец. Бьёт на Е6. Затем Слон бьёт Е6. Позиция становится лучшей для белых. Но сложной и неясной, неоднозначной. Конь БД7. Белые рэкируют. И теперь ход конь Е5 позволял чёрным получить нормальную контр-игру. Хотя, ну, конь А4, там как-то слон Д6, ладья С1, ферзь Ж7. Начинается игра. В белых всё-таки лучше, конечно. Лучше. И обсуждать уж так однозначно Шахрияра Мамедьярова, что он ударил на Е6, отдал фигуру и устремился в атаку, всё-таки рука не поднимается. Во-первых, красиво. Во-вторых, это не настолько хуже, чем спокойное, альтернативное подтягивание ладьи в центр. Ну, тем более, что здесь вот Иан Шиштабдуд играет ладья Д8, и замысел Шаха оправдывается полностью. Хотя, как полностью? Конь Д5, ферзь Е5. Солон Д5 был лучше. Компенсация зверская. Давление, атака и так далее. Но фигуры нет. Всё-таки можно о чём-то поговорить. Здесь король Х1. И теперь надо было сыграть слон Б6. У белых переезд. Но ещё не всё так ясно. То есть, Ф4, конечно, за белых нормальное продолжение. У чёрных единственное возражение тогда, чтобы не разводиться полностью, где-то промежутки ударить на Д5. И после ЕД тут же, а темпу, атаковать белого ферзя своим конём. Вот на этом держится замысел защитительный чёрных. Там, правда, ферзь Х3. Теперь ферзь С7. Отступили, укрепились. Как-то держимся. Ну, правда, похоже, что после Ф6 у Б1 всё равно решающая атака. Поэтому зря я, опять же... Ну, и наговариваю чуть-чуть на Шахриара Мамедьярова. И, может быть, косвенно, и наянок шишту у Дуду, который якобы не воспользовался шансом спастись или получить шансы на спасение. Короче, Дуду сыграл ферзь Король Ф8. Но здесь совсем всё просто. Почему вот ещё? На контрасте всё это. Тогда ферзь Х3, так поступёт Шахриар, угрожает вторжение ферзя и висит конь на Д7. Ну, и Ф4 у белых всегда теперь возможности есть. Король на Ш11. Ф5 отчаянно сыграл, чтобы и на Ж7 дорогу ферзя открыть своему в случае ферзь Х6, и перекрыть диагональ, чтобы не потерять конь на Д7. Так сыграл Ф6, Ф5, и на Ш6, и в Дуду. Постилу ферзь Х4 очень тонкий, сильный ход, решающий судьбу партии. Угрожает окончательную судьбу, решающую судьбу партию. Угрожает ферзь Е7 Шах. Одна угроза, это ферзь Е7 Мат на самом деле. И другая угроза взять Р1. Ну, защита вот такая вот есть у черных. Ну, тогда взятие, король Ж7. Теперь конь Ф4, важнейший ресурс. Нельзя теперь забрать ладью, поскольку конь Е6, это будет Шах и Вилка. И потом, кроме того, что черно-белые закрают ферзя, они еще и заберут ладью. Ну, поэтому ферзь отступает. Теперь ферзь Ж5, король отступает. Взятие на Ф5 с угрозой конь Е6. Абсолютно безнадежно у черных. Ферзь Х6. Нельзя закрываться из-за хода конь Е6. Чем бы черные не закрылись на Ж7, конь Е6 и все. Ну, здесь тоже все. Ладья Е1, отступили. Ф2, Ф3, чтобы ничего не случилось по диагонали вокруг поля Ж2. Ферзь бьет Ф5. Ладья С1. Не торопливое нагнетание давления. Ну, проще выигрывало в некотором смысле. Ладья бьет С5. И на ферзь бьет С5, ферзь Ф6. И потом просто добираемся до ладьи с лишней фигурой. Хотя, понимаете, это методически проще. А шах предпочел красивый путь. Б6. Отвлечение. Теперь Б4. И теперь, если слон бьет Б4, то белый отбирается на поле Б6. Ради этого они сбросили пешку и открыли дорогу своего ферзю на поле Б6 по шестому ряду. Ну, было сыграно ладья, бьет Ж2 с горя. Ну, можно было сдаться, но разницы большой нет. И точный ход Ферзь Е2, после которого, наконец, черные сдались. Так, что делать? Ну, конь защищен, на С5 фигура отбирается. Скажем, самое простое это БЦ. Ну, если мы хотим по компьютерному сыграть, то компьютеры говорят, что лучше дать шах и заматовать черного короля вот таким вот форсированным образом. Король теперь С6 перекрывает диагональ в слону. Мата нет. Ну, в общем, конечно, простой БЦ. Самое простое. Извиняюсь за тавторогию. И, кстати, счет стал 2-0. Счет стал 2-0. И вот Яншиш Твудок здесь принял довольно любопытное решение, которое я хотя бы отчасти могу одобрить. Ну, как понять, вот так скажем. То есть, играя в очередную третью партию, при счете 0-2, ему трудно спасти матч. Он, имея первые фигуры, вот после ходов Е4, Е5 и вот таких вот ходов, С4, С5, С3, пошел на известную систему вот эту самую стеннице в итальянской партии. Д5, взятие-взятие, ферзь Б3, конь А5. Ну, конь Е7 можно сыграть. Шах. Все равно вот после конь А5 и ферзь А4 у Берлок ничего по большому счету лучшего, чем ферзь Б3 нет. Ну, и соперники начали повторять ходы. То есть, если бы ситуация была немножечко другой, я думаю, что, если бы отрыв был в 1 очко, а не в 2, то, я думаю, что, скорее всего, Яншиш Твудок попытался выиграть партию, сравнять с чего-то и так далее. Он уже выигрывает две партии, плюс у него, конечно, настроение было ужасное. То есть, он в первой партии выигрышной позиции пошел не тем путем и был разгромлен, вместо того, чтобы выиграть. Ну, и во второй, ну, второй я уж не знаю. Чисто игровой, конечно, было игровое столкновение, поэтому совсем наговаривать на Дуду не надо. И, кстати, игра перешла в стадию тайбрейка, и белые фигуры в первой партии принадлежали Яну Шиштову Дуде. Правильно я говорю или нет? Или я ошибся? Сейчас, секундочку. Нет, Шахриару Мамедярову как раз. В первой партии тайбрейка первые фигуры принадлежали Шахриару Мамедярову, и я меняю титр. Итак, Шахриару Мамедяров против Яну Шиштову Дуде. Первая партия. Может быть, пришла пора показать вам счет после второго матча. А тут табличку я сделал, а решил ее вам не показывать. Итак, отыгрался Шахриару Мамедяров с тем же разрывом в два очка. 3-1 выиграл Яну Шиштову Дуде в первый матч, а в втором Шахриару Мамедяров выиграл 2,5 на пол очка, даже с точки зрения вот такой формальной соперники квиты. И вот тайбрейк. Тайбрейк пятиминутный, довольно не то, что щадящий, но общечеловеческий все-таки регламент на тайбрейке. И Шахриар Мамедяров играет против Яну Шиштову Дуде белыми фигурами в первой партии этого блицевого тайбрейка. Д4 сыграл Шах, Конь Ф6, С4, Е6, Конь Ф3, Д5, Конь Ц3, Слон Б4. И мы видим повторение пройденного ДЦ снова. И вот здесь вот Ц5. Не Б5. Вот я как-то стал заикаться, что-то говорить такое, что вот вообще Ц5, а потом ну что. Значит, поскольку больше в основное время не должен был играть белыми Шахриар Мамедярова, черными Дуда, то есть, следовательно, если это встретится, или я уже знаю ответ, что это встретится еще раз в матче, это значит, ну Шах отыграется в основное время и будет тайбрейк. Ну действительно, вот тайбрейк, Ц5, Слон БЦ4 играет в Шах, взятие-взятие, Ферзь А5. Ну, каноническое выражение это Слон БЦ3 и Ферзь А5 в таком порядке. А тут есть один нюанс. Взятие, Слон БЦ3, БЦ, и Ферзь БЦ3, белые отступают, оставляя Слона на Ц4 под ударом. Если взять этого ошибочно Слона, тогда черным плохо. Так, при, ну если же Ф сыграть, тогда ладья Ц1, Ферзь отступает, проникли ладьей на Ц8, а если Ферзь БЦ1, то черным просто плохо, потому что у белых атака в дополнение, потому что у них Ферзь, золотею и коня. Но если сыграть не ЖФ, а сыграть 0-0, тогда будет сыграно Ферзь Ж4, мат угрожает на поле Ж7, надо играть вот так вот. Теперь вот идея Ферзь Ж5 ошибочна, с идеей дать мат через А6 на Ж7, потому что тогда Конь Д7, ну Слон висит, если Е5, то висит Конь на Д4 и успевает черное защититься. По диагонали они контролируют поле Ф6 своим Ферзем, мат не получается, если Ферзь А6, тогда Конь бьет Ф6 от всего вообще защитить. То есть надо играть аккуратно, а аккуратно за белых это не Ферзь Ж5, а Е5, защищая заодно и коня Ферзем, и угрожает перевод Ферзя на поле А6. Ну, А6 лучшая защита. То есть если Конь С6, то что? Ну, на самом деле, если Конь С6, то можно этого Коня забрать. А можно сыграть еще сильнее, Конь Ф5. Безвариантно. Вот подставились, Ферзь черных висит и дали мат красивый на поле А6. Ну, чтобы этого мата не получать, этот мат не получать, А6 играют черные, Король А7 изготавливается дальше продолжить борьбу, но белый мог сыграть здесь Конь Ф5, Ферзь Берзь Ж4, Конь А6, видимо, с решающим преимуществом, при материальном равенстве, но лучше сыграть Ферзь А4, угрожает проникновение белого Ферзя через А6 на Ж7 или на А8, поэтому надо сыграть Король Ж7. Теперь Слон Ж7. Грестячий такой тактический удар. Ну, можно пытаться не брать, конечно, играть А5 здесь черными. Тогда Слон Берзь В8 забрали ладью, и вообще все, черным можно сдаться. На Конь С6 просто отступили конем, и лишний ладья убил. А если Король Ж7, тогда здесь, конечно, можно еще побороться без Ферзя за две фигуры. Это часть с двумя фигурами за Ферзя, еще две фигуры плюс пешка, но объективно позиции Берлых технически выигрышные, конечно. То есть это по вопросу о том, почему здесь нельзя рокировать. А если Слон Д7 сыграть в этом варианте, тогда просто ладья Ц1, отбросили Ферзя, взяли на Ж7, и Берлых просто преимущество. Нерешающее, но заметное. У Берлых лучше. Черный поэтому не играет, здесь Ферзь бьет С4 шаг, не соблазняется возможность сдать шаг, играет ЖФ, теперь Слон Б5 шаг, Король Д7, ладья Ц1, Ферзь А5, и Ж2, Ж3 играет Шахрияр Мамедяров. Черные могли сыграть ладья Ц8 и получить хорошую игру, не хуже у черных, не хуже. И вообще вот такая трактовка со стороны Белых, она может быть внешне и заманчиво, но ничего не дает. Слон Д7 была сыграна. Слон Д7, и Белые могли ходом Король Ж2 сохранить некоторый плюсик. То есть, ну вот почему вот Король Ж2, почему, так сказать, теперь Белые могут не опасаться взятия на Б5. Потому что вот в таком вот варианте взятия, взятия, проникновения ладьи на седьмой ряд, если Король уходит, тогда ладья Ц8 и ладья на Аш8 висит, Конь Д7, Белые могут сыграть А4, и выясняется неожиданно, что у Ферзя нет полей для отступления. На Д7 пропускать первые фигуры нельзя, а если не пропускать, ну, ладья Ц8, тогда взяли НЦ8 без всего. То есть ладья Ц8, любой ладья, ладья БЦ8, и все. Черных проиграли. Что это означает? Что Король Ж2 можно было сыграть. Ход ладья Б1, защищающий слона слабее. Ладья Д8. Теперь ход Ферзь Б3 приводил просто к лучшей для белых позиции без компенсации за пешку. А черных лишняя пешка, они решили проблемы основные. Белые корольные лучше черного, у черных лучше. То есть черный корольник по уходе. Был сыгран Ферзь Х5. Ферзь Х5 тоже радости мало. Ферзь идет на Б6. Конь Ф3. Слон С6 играет здесь Янг Шиштов-Дуда. Шахрияр уводит теперь своего короля. Слон Б4, но это уже, понимаете, король же... Слон Б4 надо было сыграть и искать счастья или какие-то надежды связывать с таким вот развитием событий. Ферзь Б4 все равно лишние качества без реальной компенсации технической выигрышной позиции, но еще поиграть можно, бороться. Было сыгран Король Ж2, теперь Слон Б4 и вообще все просто. Слон Е8. То есть вот на этот тактический удар делал ставку. Шах, конечно, издалека. Ладью оставляем под ударом, любым ударом. Но тогда ферзь Б7 и Б7 хорошо, но у черных есть защита. Вот кажется, что действительно хорошо. И ферзь висит, и на поле Ф7 висит пешка, но есть защита Слон Ж6. После этого хода сдался Шахрияр Мамедьяров, потому что если Ладья Б6, то Слон Б5. А что еще можно Б4? Ферзь уйдет, возьмем на Б1 слоном и без ладей белые. А в случае Ладья Б6 просто без фигуры белые. Висит что? Слон висит, ладья висит. Ну, можно, конечно, взять на Б7, взяли на Е8 без фигуры, без надежной позиции белые. Ну, в результате характер борьбы в матче изменился. Первую партию Тайбрейка уверенно выиграл Ян Кшиштов Дуда черными фигурами. И во второй партии он имел уже белые фигуры и имел право делать ничью. С ручей поражения, разумеется, Дуды. А тут не Армагеддон, а просто выигрышная, по идее, ситуация для Яна Кшиштова Дуда. И вот что из всего этого получилось. Итак, Ян Кшиштова Дуда сыграл Конь Ф3. Шах ответил в С5. В Ж6. Вот такой вот вариант. Ну, я уж не знаю. Мне трудно комментировать выбор именно такого развития событий. Ну, вот шах идет куда-то в сторону. Конь А6 придает игре оригинальный характер. Борется с продвижением Д2, Д4. А Конь на Ф5 обладает тем достоинством, что он добирается до коня Д4 или, в любом случае, контролирует его кратчайшим путем. И черные не играют Е. Не двигают пешку Е. Ну, Д3. Ладно. Рокировка. Хотите брать на А6, берите. Ну, конечно, белые не хотят. Рокировка. Д6. А3. А6. Ладья Б1. Ладья Б8. Конь Ф5. Б4. Взятие-взятие. Б5. Взятие-взятие. Ну, позиция близка к равной. Конечно, положение Коня на Ф5 экзотичное, но отнюдь неплохое. Примерно равноценно в чем-то положению Коня на Ф6. Е2, Е3, чтобы на Д4 никого не пустить. Д5. Ферзь Е2. Ну, не опасаются белые ходы Д4. Почему они не опасаются? Черно сыграли Е6. Давайте прикинем. Что было бы в этом случае? Ну, можно-то было так сыграть. Белые просто сыграли бы Конь Е4, перевели бы Коня на С5. Хотите брать на Е3, Е4, но белые подтянули пешку в центр. То есть, черный расценили это как уступку. И кроме того, Шах, кстати, хочет сохранить максимальную неопределенность позиции. Он должен по заказу обязательно выиграть партию черными. И действительно, позиция черных здесь не хуже, хотя сказать, что уж так и лучше нельзя. И вот поначалу, то есть не поначалу, в какой-то момент стало казаться, что Шах все-таки переигрывает своего соперника. Вот уже открыт путь к черному коню находят С4, С1, Конь С4, получше у черных. И черные должны были взять на А2 объективно. Взятие-взятие, ферзь А8 и играть вот эту лучшую для себя позицию. На Б4 все-таки слабость, на Б5 слабости нет. Линию А черные хотят выиграть, занять. На Б4 какие-то проблемы. Надо поэтому сохранить напряжение и ответить здесь. Ферзь Е2, тогда черные могут сыграть Е5. Ну вот у черных получше. Вот так должен был играть Шахрия Армамедера. Это Блиц, напомню, это Тайбрейк и так далее. И счет 0-1. 1-0 пульсов Ян, что это у Дуды. Ну, сыграл Ладья А4. Шах, это ошибка. Теперь белые выигрывают важнейший темп, переводят своего коня на активную позицию. Игра подравнялась. У белых теперь не хуже. Ну и кроме того, в общем, вот здесь вот случилось еще одно событие. Конь Д4. На Б4 пешка защищена с Роломом с Е1. И Ладью СБ1, Бикингову нельзя. Все равно позиция около равенства. Ну, Ферзь Б7, сверхоптимистичный ход. Надо было ударить на Д4, забить структуру. И позиция примерно равная. Прорываться негде. Ну, не устраивает. Это черный, это все-таки попахивает очень ничьей удар на Д4. А Ферзь Б7, теперь Ферзь Д1. Ну, и здесь вот случилась вскоре развязка. Чуть-чуть позже. Мы увидим сейчас. Слон СФ5. Черный захватывает вроде как инициативу. Ну, Ладья С1. Вставая в засаду, задумывая коварную очень вещь. Слон Е4 сыграл шанс. Ну, я не знаю, как это прокомментировать. То есть, у Белов в любом случае перевес. Угрожает конь С3. Вот главная идея. Конь С3, потом на Д5 полезем. Слоны вскроются и так далее. Ну, можно ли брать на АБ4, например. Такой странный вопрос. Вот этот ход не был сделан сразу. Тогда Ладья бьет С4. Та самая идея, которая встретилась в партии. Слон Е4 сыграл шаг. Облегчив еще задачу сопернику. Взятие-взятие. И тот самый этаж Ладья бьет С4. То есть, этот ход оказался последним в партии. Фигуру белые забрали. В случае взятия БЦ этого уже не было. Теряется фигура и так далее. Все. 2-0. Выиграл тайпрейк Ян Шиштовдуда. Несмотря на жуткие переживания, которые сопутствовали ему по ходу дела, он все-таки выиграл очередной турнир чемпионской серии. Дистанционный турнир. И давайте взглянем уже окончательные итоги вот этого финала. Итак, в первом матче Ян Шиштовдуда был явно сильнее. 3-1. Две партии белые он выиграл. Во втором матче Шахриар Мемедяр эффектно отыгрался. Два с половиной на полочковую пользу. И на тайпрейке Ян Шиштовдуда одержал победу со счетом 2-0. И вышел победителем турнира МЧС Рапид, который проводился, разумеется, в сети. На том, на сетевой, дистанционный и так далее. Ну что ж, на этом очередной выпуск нашего обозрения. Рассказ о наиболее интересных событиях, которые проходят в шахматном мире, подошел к концу. Я по традиции перед тем, как проситься, призываю вас ставить лайки. Подписывайтесь на наш канал, те, кто не сделал этого ранее. И, разумеется, обыгрываю своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очной, так и в заочной форме, то есть в сети интернет. А пока, до свидания.